Здорово, ребята! Apple выпускает iOS 16.1.2 для всех поддерживаемых устройств, и в этом видео мы с вами посмотрим, что же в ней нового. Размер прошивки для iPhone 13 Pro Max составляет 275 МБ, для вашего устройства размер может быть другим. Версия этой прошивки доступна для всех актуальных устройств, напомню, iPhone SE второго поколения, а также от iPhone 8 и выше. Примечательно то, что Apple выпустила только iOS 16.1.2 для iPhone, iPadOS 16.1.2 не было и также не было новой версии для WatchOS. Ну а теперь давайте посмотрим номер сборки, на этот раз он маркируется как 20B110. Скорее всего это последняя прошивка перед большим обновлением iOS 16.2. Если у вас сейчас установлено iOS 16.2 для разработчиков или для публичного бета-тестирования, то естественно iOS 16.1.2 вам не будет доступна, так как это более низкая версия. Ну а теперь давайте говорить про нововведение. Несмотря на то, что прошивка модема в этой версии не обновилась, Apple улучшила работу беспроводных данных с операторами сотовой связи. Если у вас 4G или 5G работало с проблемами, то в этой версии должно все работать более-менее стабильно. Apple также не сделала релиз 5G для Индии. Скорее всего она выйдет на финальной версии iOS 16.2. В этом обновлении также была поправлена функция Crash Detection на iPhone 14 и 14 Pro. Все вы помните историю, что она сработала, когда на американских горках iPhone катался. Соответственно в этой версии эту штуку поправили, теперь не будет таких вот ложных срабатываний. Помните эту нашумевшую историю с аэродропом для китайских пользователей, когда он отключался каждые 10 минут. Я зашел в настройки, основные аэродропы, посмотрел как это выглядит у нас. С этим обновлением у нас нет никаких ограничений. Собственно все осталось на том же уровне. Но это касается пользователей из России, не знаю как в других регионах. Также есть информация, что Wi-Fi стал более стабильно работать. На предыдущих версиях люди жаловались, что Wi-Fi у них периодически в фоне отваливался и переключался на LTE, либо на 3G. В этой версии вроде как Wi-Fi стал работать более стабильно. Но опять же это нужно все проверять со временем. Когда вы вызываете пункт управления, иконки умного дома, в моем случае это два Apple TV, они как бы не сразу появляются в этом пункте управления. Не знаю с чем это связано, это длится уже с релизной версией iOS 16. И соответственно в этой версии Apple также это не поправила. Если после того, как вы обновили свое устройство на iOS 16.1.2, и у вас выскочило сообщение, что мало памяти, зайдите в настройки, основные, хранилища iPhone и промотайте в самый низ до вкладки iOS и системные данные. У меня системные данные занимают всего лишь 5 ГБ, но у пользователей бывает, когда они обновятся на новую версию iOS, эта цифра может быть 50, 60, 20, 30 ГБ. Подождите полдня, день, два и системные данные станут гораздо меньше. Если вы перейдете по ссылке, которая указана в релизноуде, то вас перебросит на сайт Apple Security Update. И здесь есть iOS 16.1.2, но самое интересное, здесь не написано, что конкретно она меняет. Написано только то, что доступно для iPhone 8 и выше, и дата 30 ноября 2022 года вышла. Очень интересно, они выпускают заплатку безопасности, но при этом не говорят, что они поправили. Теперь давайте поговорим про производительность и время работы от аккумулятора. Самое важное, хочу сказать, что время работы аккумулятора зависит от того, как вы используете свой телефон. В этой версии я не заметил, опять же, никаких изменений. Телефон при съемке этого видео разряжался точно так же, как и при съемке других видео. Поэтому у меня предположение, что не хуже, не лучше эта версия работать в плане батарейки не будет. Она останется точно на таком же уровне, как и iOS 16.1.1. А вот когда выйдет релизная версия iOS 16.2, то вот там как раз-таки могут наблюдаться качели по работе аккумулятора, как в худшую, так и в лучшую сторону. На этой версии iOS я уверен, что работа батареи осталась точно на таком же уровне, как и на предыдущей версии. Что касается производительности, то же самое, ничего не поменялось. iPhone 13 Pro Max работает точно так же, как и на предыдущей версии. Так что здесь никакого прорыва, опять же, ни в плюс, ни в минус у нас нет. Точно такой же уровень, как и на iOS 16.1.1. Что касается тестов Geekbench, очень интересно получается. 10 ноября я делал тест на iOS 16.1.1, и вот, собственно, такие результаты. 1737 в сингл-кор и в мульти-кор 4476. После того, как я обновился на iOS 16.1.2, показатели немного выросли. 1746 и 4819, что наталкивает меня на мысль о том, что немного быстрее, шустрее станет работать ваш iPhone, что касается именно производительности. Давайте поговорим немножко про iOS 16.2. Бета, следующая и последняя, скорее всего, выйдет на следующей неделе. А вот что касается релиза, я думаю, что он выйдет начиная с 12 по 16 декабря. Скорее всего, это будет именно так. Стоит ли сейчас обновляться на iOS 16.1.2? Я скажу, что да. А если у вас стоит iOS 16.1, то смело обновляйтесь, так как это очередная заплатка безопасности, которая улучшает работу системы в целом. Соответственно, вы видели то, что показывает нам тест Geekbench. Произвательность телефона стала выше. Поэтому я рекомендую всем устанавливать, у кого стоит iOS 16.1.1. Если у вас, например, 15.7 или 16 версия, то лучше подождите, когда выйдет финальная версия iOS 16.2. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также обязательно подпишитесь на Telegram, там много всего интересного. Я буду с вами прощаться. Дальше больше. Всем здоровья и пока.